Сегодня мы продолжаем обсуждать книжку «Основание теории множеств» Фрэнкеля Бархиова и Леви. В частности, сегодня мы рассматриваем третий параграф второй главы, который посвящен свертыванию бесконечности. Некоторые предварительные замечания. Во-первых, аксиома номер один — это аксиома экстенциональности. Она у нас излагалась в предыдущем параграфе. Ну и здесь я просто ее напомню. Эта аксиома говорит о том, что множество, содержащие одни и те же элементы равны. Кроме того, я еще хочу сделать такое замечание, что я буду следовать терминологии книги и напомню немножко о некоторых понятиях. В этой книге понятия элемента и объекта являются синонимичными, по крайней мере, в той части, которая касается теории множества Эрмела Фрэнкеля. То, что обычно в русском языке именуется элементом множества, оно в этой книге называется членом множества. Ну, собственно, переходим непосредственно к обсуждению. Значит, в этом параграфе обсуждается аксиомная схема свертывания. Ну и говорится о том, что вот после того, как мы определили вот это важное свойство множества, а именно экснасиональность, нам надо добавить некоторые аксиомы, которые будут гарантировать существование достаточного числа множеств. Достаточного для того, чтобы нам построить нашу теорию множества, чтобы она была адекватной, чтобы она соответствовала наивной теории множества Кантера, и чтобы мы могли использовать ее для того, чтобы выразить какие-то математические понятия. Вообще говоря, по Кантеру всякий набор элементов является множеством. Ну и, соответственно, если мы можем какой-то набор элементов выделить, то мы автоматически предполагаем, что этот набор элементов является множеством. Но это наивное определение понятия множества, и оно приводит к парадоксу. В частности, приводит к парадоксу Рассела. Связано это с аксиомной схемой свертывания. Она имеет вот такой вот вид. То есть она говорит о том, что ну вот на переменные Z они здесь добавлены для того, чтобы учитывать некоторые общие случаи. Если мы рассматриваем некоторые конкретные случаи постановки в эту схему, то мы можем не рассматривать эти переменные Z, как будто бы и у нас их нет. В общем, они должны быть просто свободны в условии B. Допустим, в условии B у нас нет никаких переменных помимо X. А X там является свободной переменной, соответственно... О, нет. А, ну да. А Y как раз-таки не свободен в условии B, для того, чтобы у нас не происходило схватывание, соответственно, квантером существования перед скобкой. Вот. То есть здесь у нас говорится о том, что если мы можем обнаружить некоторое количество вот этих вот объектов X, которые принадлежат к какому-то множеству, то тогда... Ой, ну да. То, соответственно, это то же самое, что сказать, что они выделяются в соответствии с каким-то условием. Ну, например, они обладают каким-то свойством или находятся в каких-то отношениях или еще что-нибудь в этом роде. Вот. То есть мы можем вместо условия B что-то подставить и, соответственно, ну, некоторую формулу. И, соответственно, эта формула будет определять множество. Вот. Естественно, получается, что вот аксиомная схема свертывания вместе с первой аксиомой, с аксиомой экснациональности, они влекут за собой, что для всякого такого условия над X существует не более одного множества Y, которое содержит в точности те элементы X, которые удовлетворяют этому условию. Вот. Как я сказал, то есть у нас есть некоторые условия, ну, допустим, что какие-то объекты какими-то свойствами обладают. Вот. Соответственно, существует множество этих объектов. И вот именно всех этих объектов, которые обладают этим свойством. И оно только одно. Вот эта аксиомная схема свертывания нам гарантирует. Однако, как вы можете понимать, она приводит к противоречию. Потому что вместо условия B мы можем выбрать, например, как это сделал Рассел, что некоторый X не принадлежит X, не принадлежит сам себе. И таким образом мы можем получить противоречие. Ну, то есть, мы можем доказать такую теорему, что не существует некоторый Y, такой, что для всякого X, X является элементом Y, тогда и только тогда, когда X не принадлежит X. Как это доказывается? Это доказывается от противного. Ну, в общем, в книжке это можно найти. Это все на 31-й странице в английском издании. Я не буду останавливаться конкретно на этом доказательстве. Я думаю, что рассуждение в духе Рассела всем прекрасно известно. Вот. То есть, эта теорема говорит о том, что не существует такого множества, которое бы содержало в точности такие элементы, которые не содержат сами себя. Вот. Эта теорема является логической истиной, и, как мы знаем из первой главы этой книжки, мы можем заменить, вообще говоря, принадлежность на любое другое бинарное отношение. То есть, вот именно поэтому она является логической истиной, а не истиной теории множества. Ну и, соответственно, получается, что эта теорема противоречит нашей аксиомной схеме свертывания, если мы в аксиомной схеме свертывания возьмем условие B, как x принадлежит x. То есть, у нас теорема утверждает, что не существует такое множество, а аксиомная схема свертывания утверждает, что такое множество существует. Вот. У нас есть противоречие, соответственно. Ну и способом решить это затруднение является избавиться от аксиомной схемы свертывания и заменить ее на некоторую другую аксиому или на некоторый другой набор аксиом. Почему она для нас важна? Она для нас важна, потому что она достаточно хорошо согласуется с нашим интуитивным пониманием того, что такое множество. То есть наше интуитивное понимание множества предполагает, что мы произвольный набор объектов можем считать множеством. Если мы отказываемся от этой аксиомной схемы свертывания, то получается, что мы не можем произвольный набор объектов считать множеством. То есть этот набор объектов обязательно должен обладать какими-то дополнительными свойствами, чтобы быть множеством. Нельзя просто так набор объектов посчитать множеством. Ну и для того, чтобы как-то сохранить хотя бы частично наше интуитивное представление о том, что такое множество, мы вводим так называемые аксиомы свертывания. То есть это группа аксиом, которая работает примерно так же, как работает вот эта аксиомная схема свертывания. И если мы используем подход, который развивается в рамках аксиоматической теории множества Эрмела Фрэнкеля или в ее расширениях, то есть Эрмела Фрэнкеля с аксиомой выбора, то тогда мы ограничиваем вот эту вот концепцию свертывания, то есть идею о том, что мы можем формировать из любого набора объектов множество с помощью специальной доктрины, которая называется доктрина ограничения размеров. То есть мы будем предполагать, что не существуют слишком большие множества. И это позволит нам обойти парадоксы. То есть мы начинаем конструирование всего универсума теории множеств, начиная с самого, скажем, низа. И аксиомы нам гарантируют существование все больших и больших множеств. Все больших, а некоторые аксиомы еще позволяют делать меньшее множество. Вот как это все происходит, мы сейчас с вами рассмотрим. То есть у нас выводится некоторый набор аксиом. Во-первых, это аксиомы множества пары, которая говорит, что для любых двух элементов А и В существует множество, назовем его Y, которое содержит только, соответственно, А и В. Это гарантируется условием того, что если для всякого X, который принадлежит Y, ну то есть для всякого X, принадлежащего Y, то тогда и только тогда, когда X равен B или X равен A или X равен B. Вот, то есть через равенство у нас это задается. Вот, соответственно, это обозначается, ну, все, я думаю, знают все эти обозначения, а тем не менее я их все равно повторю. То есть вот мы можем обозначить множество, как множество из А, В, и оно то же самое, поскольку множество не предполагает никакого порядка. Это то же самое, что обозначить его как В, А. Вот, и у нас может быть такой случай, когда А равно B, ну и тогда у нас получается множество из АА, и поскольку в множестве у нас члены повторяться не могут, то на самом деле вот это вот множество, содержащее как бы два элемента, это не множество, содержащее как бы два элемента, это множество, которое содержит только один элемент А и все. Вот. Но, правда, эта аксиома, ну, то есть эта аксиома, она гарантирует, что у нас существует множество, которые содержат два элемента, то есть два члена, извиняюсь, или один член. Вот. Но, правда, мы без использования аксиомы номер 9, это, если я правильно помню, аксиомы фундирования, мы не можем доказать, что множество АВ отличается от А и отличается от В. Вот. Ну, то есть, если у нас есть некоторый начальный набор элементов, да, то есть объектов каких-то, то вот с помощью этой аксиомы мы уже можем строить разные множества, которые будут содержать, как я уже сказал, по одному или по два члена. Соответственно. Далее дается определение упорядоченной пары. Упорядоченной парой называется такой элемент, который соответствует А и В. Причем эти А и В находятся в определенном порядке. И этот порядок гарантируется с помощью вот такого вот условия. То есть для всякого А, для всякого В, для всякого С, для всякого Д. Если у нас упорядоченная пара АВ равна упорядоченной паре СД, то тогда из этого можно получить, что А равно С и В равно Д. Вот. Таким образом мы можем ввести определение. Оно в книжке называется «Определение 4», по которому упорядоченная пара определяется как множество, содержащее два члена. Первый член – это множество, содержащее А, то есть первый член пары. А второй член – это множество, содержащее А и В. Ну и авторы отмечают, что вот это вот условие и оно выводится из определения номер 4. Хотя в некоторых теориях множеств упорядоченные пары задаются как примитивы. Ну, в частности, это делается у Горбаки и у Фон Неймана. То есть они предполагают, что операция формирования множества пар является примитивным понятием и вот это вот условие И, оно у них выступает в качестве аксиомы. Мы рассматриваем, скажем, как мейнстримную аксиоматизацию теории множеств, поэтому мы используем вот такую вот аксиому множества пары и у нас, соответственно, понятие упорядоченной пары дается сначала, а потом мы вводим из него это условие. Вот. Дальше дается аксиома объединения или множество суммы. Она говорит, что для всякого множества А существует множество, чьими членами являются члены членов А. Вот это множество, это объединение или множество суммы. Вот. То есть мы можем сказать, что Х является членом объединения А тогда и только тогда, когда существует Z, являющийся членом А, такой, что Х является членом Z. Ну вот. Ну и, соответственно, мы можем сказать, что объединение множества содержащего А, В и С в качестве членов это то же самое, что вот такая вот запись. То есть у нас А объединяется с Б, объединяется с С. Ну и дальше получается, что с помощью вот этих вот уже новых, ну, появившихся только что у нас аксиомы, это аксиомы множества пары, аксиомы множества суммы, мы можем построить множество вообще разного вида. То есть по аксиоме пары у нас существует, например, вот такое множество, то есть множество, содержащее два члена. Один из них это множество, содержащее два члена А и В, а другой это множество, содержащее два других члена С и В. Ну и, соответственно, по аксиоме множества суммы мы можем получить множество, которое является объединением всех членов вот этого множества пары. Соответственно, мы получаем множество, состоящее из четырех членов. Вот, ну и поскольку у нас аксиома множества пары, например, позволяет делать пару, в которой члены совпадают, то есть у нас получается там симглитон, множество, содержащий только один член, соответственно, мы таким образом можем получить по аналогичной, с помощью аналогичной конструкции, например, сделать сначала множество, которое является парой и содержит множество, являющиеся парой А и В, и, например, множество, которое содержит пару СС, ну то есть по сути просто С. Таким образом мы сделаем объединение с помощью третьей аксиомы и получим множество, содержащих три члена. Ну, кроме того, естественно, мы можем доказать, что вот эти записи одинаковы. То есть мы можем группировать скобки, в общем-то, в любом порядке, как угодно, и результат у нас все равно будет один и тот же. Однако, надо сказать, что вот этих вот двух аксиом, множество пары и множество суммы, недостаточно для того, чтобы получить все кантеровские множества. Ну и в частности, мы не можем доказать существование континуума с помощью вот этих двух аксиом. Мы, ну вот, у кантера особую роль при построении множества играло умножение. И в частности, то, что называется, ну скажем так, возведением степени множества. Соответственно, нам тоже нужен этот инструмент, и мы его задаем с помощью аксиома 4. Это аксиома множества степеней. Она говорит, что для всякого множества А существует множество, чьими членами являются ровно все подмножества А. Вот это множество называется множеством степенью. Оно обозначается с помощью вот такой вот буквы П. И мы можем сказать, что некоторый х принадлежит множеству степени от А, тогда и только тогда, когда х является подмножеством А. То есть, у нас имеет место следующее, что для всякого z, z является членом х, тогда и только тогда, когда z принадлежит А. Дальше мы должны ввести аксиомную схему подмножеств, или она еще называется аксиомная схема выделения. Вот. Аксиома множества степеней предполагает использование только тех множеств, существования которых уже установлено. Ну, то есть, вот все вот эти вот предыдущие аксиомы, начиная со второй и по четвертую, они как бы применяются к тем множествам, которые уже у нас установлены, что они существуют. Но эти аксиомы пока не гарантируют, что множество, вообще какие-то множества существуют. Для этого нам надо что-то еще сделать дополнительное. Вот у нас есть определение номер один. Оно давалось в предыдущих параграфах этой главы. Это было определение подмножества и определение собственного подмножества. Вот. Это определение, вообще говоря, не позволяет, имея некоторое множество, формировать подмножество. Но оно позволяет лишь установить, является некоторое множество подмножеством какого-то данного множества или не является. Вот. Таким образом, получается, что аксиомы 2 и 3, они не позволяют нам строить вообще любые подмножества. Соответственно, аксиомы 4 у нас не соответствуют той операции, которую Кантер применял, формируя понятие множества степеней. То есть умножению и, точнее, возведению степеней. Для множества. Вот. Соответственно, нам требуется некоторая аксиома, которая позволит получать подмножество данного множества вообще, в принципе, в общем случае. Ну, например. Например, мы не можем получить бесконечное подмножество бесконечного множества. И не можем доказать, что кардинальность множества степени от множества S больше, чем кардинальность S. Если S у нас является бесконечным множеством. В наивной теории множество это прекрасно делается. И поскольку мы хотим, чтобы наша аксиоматизация тоже обладала всеми этисвойствами, нам надо как-то их учесть. Вот. Соответственно, нам требуется определить некоторую операцию, которая позволит получать множество меньшего размера, чем данное множество. То есть вот у нас множество пары, множество суммы, множество степени, они позволяют нам получать большее множество, чем некоторые данные множества. А теперь мы хотим сделать так, чтобы мы могли еще меньшее множество получать. Это делается с помощью аксиомной схемы подмножества. Или она еще называется аксиомная схема выделения. Формулируется она таким образом. Для любого множества А и любого условия В над Х существует множество, содержащее только те члены Х из А, которые удовлетворяют условию В. То есть мы можем задать некоторую формулу, которая будет условием, и это условие будет определять, соответственно, что у нас включается в то множество, которое мы конструируем с помощью данной аксиомной схемы. Это аксиомная схема, потому что у нас здесь есть условие В. То есть у нас язык все-таки первопорядковый, мы не можем там квантифицировать над В. Соответственно, мы предполагаем, что у нас есть бесконечное количество правильных постановок в эту аксиомную схему, и вот эти вот постановки, они являются аксиомами. Ну, поскольку мы не можем все эти бесконечное количество всех этих постановок записать, мы используем аксиомную схему. То есть, чем вот... Ну, эта схема, как вы можете видеть, она очень сильно похожа на аксиомную схему свертывания. Отличие здесь состоит в том, что мы говорим о конкретном имеющемся уже множестве А, и мы говорим, что х именно берется из этого множества А. То есть мы имеем, что у нас есть некоторое множество, существование которого гарантируется. Мы можем на это множество наложить некоторые условия В и, соответственно, получить подмножество этого множества, которое будет содержать только те элементы из изначального множества, которые выполняют условия В. То есть мы можем строить с помощью этой аксиомной схемы подмножество некоторого данного множества. Но это данное множество уже должно существовать. Если оно не существует, соответственно, мы ничего получить не можем. Аксиомная схема свертывания не имеет такого ограничения. Она говорит о том, что мы можем применять вот это условие В к любому набору объектов. Соответственно, у нас возникает ситуация, когда аксиомная схема у нас предполагает существование некоторого множества, а при этом мы можем доказать теорему, которая говорит о том, что такое множество не существует. Вот здесь у нас, соответственно, парадокса такого не возникает, благодаря тому, что мы ограничены рассмотрением уже существующего множества. И мы предполагаем, что существование этого множества, оно как бы заранее нами установлено, то есть оно гарантированно и никаким парадоксом не приводит. Ну вот, если более конкретно еще рассматривать эту аксиомную схему, то надо сказать, что вот эти переменные, которые у нас квантифицируются в самом начале данной формулы, то есть Z1, Zn, предполагаются в качестве свободных переменных в условии В, и они отличаются от X. Причем еще Y у нас, опять же, не свободно в B. Ну, все то же самое, в общем-то, что и было в аксиомной схеме с virtual. Вот. И авторы, конечно, отмечают, что вот эта аксиома номер 5, она играет центральную роль в системе ZF и содержит все, что осталось от общей аксиомы свертывания. Таким образом, у нас получается, что мы выразили аксиомную схему свертывания, которую мы обсуждали в начале, которая приводит к возникновению антиномий с помощью второй, третьей, четвертой и вот этой вот пятой аксиомы. Так, ну, о том, что аксиомная схема выделения позволяет осуществлять свертывание только для членов уже множества, которые существуют, это я уже сказал. Тем не менее, несмотря на то, что вот у нас есть такое ограничение, когда мы рассматриваем только то множество, которое гарантированно существует, аксиома номер 5 все равно является импредикативной. Импредикативность проявляется следующим образом. Всякий раз, когда у нас условия B, которые мы используем для создания некоторого подмножества A с индексом B для данного множества A, когда вот это условие указывает на множество степень или на все множества, то отдельное подмножество A определяется всей совокупностью всех подмножеств A или даже совокупностью всех множеств. Вообще говоря, это такая операция, от которой некоторые исследователи, ну в частности Рассел, и если мне память не изменяет, фонкары тоже хотели отказаться. Однако, вот у нас есть некоторый трюк, мы можем ограничить действие вот этого вот эдикативности таким образом, чтобы парадокса у нас не возникали. То есть у нас разные способы решения антиномий есть, да, и при аксиматическом подходе мы выбираем такой вариант, когда мы ограничиваемся гарантированным существованием множества, для которого мы формулируем, для которого мы создаем подмножество. В теории типов у Рассела это делается другим способом. Там импредикативность в принципе сильно ограничивается. Вот, мы можем ввести следующее определение, оно в книжке идет без номера. Множество n, не содержащие членов, называется пустым или нулевым множеством. И мы можем доказать теорему, что существует ровно одно пустое множество. Доказательство следующее. Вот мы возьмем аксиомную схему свертывания и в качестве условия В возьмем формулу x не равен x. Таким образом мы получим множество без членов. По аксиоме 1, по аксиоме экстенсиональности такое множество лишь одно. Вот, соответственно, мы доказали теорему 3, которая говорит о том, что существует ровно одно пустое множество. В существовании его гарантируется аксиомой схемы 5 и аксиомой экстенсиональности. Это пустое множество мы обозначим вот таким вот значком. В книжке обозначается просто заглавное О, но обычно делается все-таки так. Вот, и по определению 1, опять же, напомню, что это определение понятия подмножества и собственного подмножества. Пустое множество является подмножеством любого множества. Дальше мы можем доказать теорему 4. Она гласит следующее. Для всяких двух множеств А и Б существует множество членов принадлежащих и А и Б. Или в общем случае мы можем ее сформулировать так. Для всякого непустого множества Т существует множество членов общих всем членам Т. Это множество называется пересечением. Обозначается оно вот таким значком. Доказательства для этой теоремы следующие. Мы берем опять аксиомную схему номер 5. Аксиомную схему выделения и в качестве условия Б берем X принадлежит B для того чтобы построить пересечения А и Б. Или если мы хотим построить пересечения всех членов Т то всех членов Т то тогда мы в качестве условия Б берем X содержится в каждом члене Т. Ну и поскольку мы можем в принципе условия задавать какое угодно то соответственно мы можем очень много разных множеств строить благодаря этому. Дальше доказывается теорема номер 5. Она звучит следующим образом. Для всякого множества Т существует множество чьими членами являются те множества которые содержат единственный элемент из каждого члена Т. Если Т является расчленным Т. У нас было определение номер 3 тоже в конце предыдущего параграфа. Определение номер 3 говорило о том, что множество является расчленным, если члены его попарно дезинфективны, то есть они не имеют общих членов. Если множество Т является расчленным, то тогда указанное в теореме 5 множество является внешним произведением членов Т и оно обозначается с помощью ПИТ. Если же Т содержит член пустое множество, то тогда ПИТ, то есть внешнее произведение будет пустым множеством. Доказательство, что такое множество существует. Членами этого множества являются определенные подмножества объединения Т. Возьмем сначала множество всех подмножеств объединения Т. И обозначим его через Т большое. Это множество существует в соответствии с аксиомами ТП и Четыре. То есть аксиома Три это аксиома множества суммы, она гарантирует существование объединения. А аксиома Четыре это аксиома множества степеней гарантирует существование множества всех подмножеств. И дальше возьмем, соответственно, аксиомную схему подмножеств, нашу пятую аксиому, и в качестве условия B мы выберем для всякого S, являющегося членом T, пересечения S и T есть симплитон, то есть множество, содержащие только один член. Тогда у нас получится, что вот это вот множество T, выполняющее условия B, ну то есть множество T, к которому мы применили условия B, оно является под множеством множества T. Множество T мы уже построили, оно у нас существует с помощью, существует благодаря аксиом 3 и 4, вот, а множество T, к которому мы применили условия B, оно существует по аксиоме 5, и это то самое множество, которое нам требуется, то есть мы доказали его существование. Доказали существование множества, членами элементами являются те множества, которые содержат единственный элемент из каждого члена T, соответственно. Вот, теперь, поскольку у нас есть вот эта вот очень мощная аксиомная схема подмножеств, пятая аксиома наша, мы можем заменить аксиомы 2 и 4 на их более слабые варианты. Они в книжке приводятся. Сейчас расскажу, где конкретно. Так, на скидку пока не вижу. А, вот это на сороковой странице. Почти в самом конце, перед теоремой 6. Ну, я не буду воспроизводить эти более слабые варианты. Дальше у нас доказывается теорема 6. Она говорит, что не существует множества, содержащие все множества. Или мы ее еще можем сформулировать вот так. Не существует множества всех множеств, которые не являются членами данного множества А. Или не существует множества, являющиеся дополнением А. Доказательства разумно разделить на две части. В первой части мы делаем следующее. Пусть у нас есть некоторое множество В, которое содержит все множества. Это наша гипотеза. И пусть условие В в аксиомной схеме подмножеств будет условием Х, не является членом Х. По аксиомной схеме подмножеств у нас существует множество В, к которому применяется это условие В. А это будет противоречить теореме 2, которую мы до этого рассматривали, когда обсуждали аксиомную схему свертывания. Далее. Вторая часть доказательства. Пусть у нас имеется некоторое множество А, а множество В содержит все множества, не являющиеся членами А. Ну, то есть В является дополнением А. По аксиоме 2 и аксиоме 3 множество, которое является объединением А и В, тоже является множеством. Но дело в том, что получается, что множество объединения А и В содержит тогда всякое множество. А это будет противоречить первой части нашего доказательства данной теоремы. Соответственно, наша гипотеза, которую мы в самом начале выразили, или та гипотеза, которую мы выразили в начале второй части, является неверными. Получается, что не существует множество, содержащие все множество. Вот. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что нам надо учитывать... Ну, наша аксиоматизация должна быть такой же мощной, как и наивная теория множеств Кантера. И отмечается, что вот эти вот аксиомы с первой по пятую, они все равно недостаточны для того, чтобы всю теорию множеств... Ну, построить теорию множеств, которая была бы по мощности такой же, как и наивная теория множеств. Однако, отмечается, что вот этих аксиом, в принципе, уже достаточно для того, чтобы выразить различные понятия математики и свести их к понятию множества. Ну, в частности, там элементарную арифметику можно, если я правильно понимаю, представить с помощью вот этих аксиом. И вводится следующее понятие. Ну, следующее определение. Оно вводится, скорее, для удобства. Это декартовое произведение множество S на множество T. Значит, это декартовое произведение, оно является множеством, которое состоит из упорядоченных пар x, y, где x, соответственно, является членом S, а y является членом T. Ну, доказательство того, что такое множество существует. Доказывается его существование таким образом. Допустим, x есть член S, а y есть член T. Тогда x и y являются членами объединения S и T. Ну, и тогда получается, что множество, содержащее только x, и множество, содержащее x и y, являются членами множества всех подмножеств объединения S и T. А так как у нас упорядоченная пара определяется как множество, которое содержит два члена, одним из которых является синглитон, содержащий только x, то есть только первый элемент упорядоченной пары, а вторым членом, ну или еще одним членом является множество пара x и y, где y это второй член упорядоченной пары. То вот это вот самое множество, которое представляет собой упорядоченную пару, оно является членом множества всех подмножеств объединения S и T. Вот, мы построили такое большое множество, где у нас упорядоченная пара содержится. Теперь зададим условие B для аксиомной схемы выделения следующим, о нет, ну в общем для пятой, для пятой аксиомы, для аксиомной схемы подмножить. Следующим образом, Z является упорядоченной парой x и y, где x принадлежит S, а y принадлежит T. Ну то есть мы применяем это условие B к тому множеству, которое мы только что построили. И получается, что мы в таком случае имеем то самое множество, которое является декартовым произведением. Вот. Чем декартовое произведение интересно? Декартовое произведение позволяет нам иметь несколько копий одного и того же множества, несмотря на аксиомы эксенсиональности. То есть аксиом эксенсиональности нам гарантирует, что множество, содержащие одни и те же элементы, они равны. Вот. Соответственно, именно поэтому мы, когда строим множество, пару, содержащую одинаковые члены, например, множество, содержащие A и A, еще одно, это то же самое, что просто множество, которое содержит A. Вот. Аксиом эксенсиональности. Вот. Соответственно, здесь мы можем делать следующее. Мы можем индексировать наши копии одного и того же множества, и у нас будет, соответственно, их несколько. То есть мы будем представлять их в качестве декартового произведения определенного вида. Ну, я не стал тоже это отдельно указывать. Все это можно в книжке посмотреть. Вот. Вот. Дальше мы переходим к разделу, в котором описываются бинарные отношения. Поскольку у нас любой объект, любой набор объектов не может быть множеством, чтобы у нас не возникали антиномии, и у нас еще есть такое ограничение, что любое отношение тоже не может быть множеством. Какие же отношения будут считаться множествами? Множествами будут считаться только такие отношения R, для которых имеется множество, состоящее из всех х и у, таких, что х находится в отношении R к у. И вот такое множество называется поле отношения R. Называется полем отношения R. А, соответственно, отношения – это множество всех пар х и у, где х находится в отношении R к у. Таким образом мы его, соответственно, можем определить как множество, членами которого являются упорядоченные пары. Если поле отношения является множеством, то тогда отношения можно представить как множество упорядоченных пар, члены которых находятся в этом самом отношении. Это другими словами то же самое. Дальше мы можем доказать так называемую теорему схему. Для всякого условия B над x, y, если существует множество z, состоящее из всех элементов x и всех элементов y, таких, что выполняется в условии B, то существует множество U, состоящее из всех пар x, y, таких, что B выполняется. Ну, то есть эта теорема схема гарантирует нам существование множества, которое представляет собой отношения. Доказать существование мы можем следующим образом. Если у нас имеется некоторое z, которое представляет вот это вот самое множество z из теоремы схемы, то всякая пара x, y, для которой выполняется условие B, является элементом декартового произведения z на z. Допустим, у нас есть некоторое условие D, и оно звучит следующим образом. T является упорядоченной парой, x, y такой, что выполняется в условии B. Тогда, если мы применим это условие к декартовому произведению z на z, то мы получим нужное множество. То есть мы показали, что множество, которое является отношением, оно существует при условии существования поля для отношений. Дальше мы вводим некоторые понятия. Это область определения отношения R. Оно определяется как множество U всех элементов x, для которых существует y, такой, что x, y является членом R. И область значений отношения R определяется следующим образом. Это множество V всех элементов y, для которых существует x, такой, что x, y является членом R. Ну, а полем отношения R, соответственно, будет объединение области определения и области значений. Область определения еще иногда называют доменом. Область значений называют образом иногда. Мы можем еще ввести следующее определение. Отношение R есть отношение на множестве a, если R есть под множество декартового произведения a на a. То есть поле R есть под множество a. Отношение R есть порядок, или иногда говорят отношение порядка, или упорядочение на множестве a. Если R есть отношение на a, и выполняются следующие условия. Во-первых, транзитивность. То есть если у нас упорядоченная пара x, y является членом R, и упорядоченная пара y, z является членом R, то упорядоченная пара x, z тоже является членом R. И рефлексивность, ни для какого x не выполняется упорядоченная пара x, x является членом R. И сопоставимость для всех различных x и y в a, или упорядоченная пара x, y является членом R, или упорядоченная пара y, x является членом R. Отношение порядка, то есть мы члены множества a, для которого R является отношением порядка, можем как-то расположить в некотором порядке. Например, сравнить их больше, меньше и так далее. Отношение R называется вполне упорядочением, если оно является порядком на a, и всякое непустое подмножество b из a имеет первый член в порядке R. Или сейчас это обычно формулируется, как имеет наименьший член. Вот. Таким образом получается, что мы можем строить упорядоченное множество. Что такое упорядоченное множество? Это упорядоченная пара из A и R, где R это упорядочение на A. И также мы можем строить вполне упорядоченное множество. Такие множества являются упорядоченной парой A и R, где R есть вполне упорядочение на A. То есть мы говорим, каким образом мы члены А можем упорядочить. Что же такое функция? Функция это некоторое правило, которое связывает элемент некоторого набора с некоторым единственным элементом, являющимся значением этой функции. Для некоторого данного элемента, который мы взяли из набора. Таким образом, получается, что функции мы можем считать бинарными отношениями некоторого вида. Это будет бинарное отношение, в котором для всякого элемента x имеется не более одного элемента y, находящегося в отношении rx. Таким образом, мы вводим следующее определение. Множество f есть функция, если f есть отношение. И для всякого x в области определения f имеется ровно один y, такой, что упорядоченная пара x, y является членом f. Такой y обозначается с помощью f от x. То есть y это значение функции при аргументе x, соответственно. И функция f есть однозначная функция, или у авторов этого нет, но лично мне нравятся больше названия на французский манер, то есть инъекция. Однозначная функция или инъекция, если для любых двух разных членов x и z из области определения значения f от x и f от z тоже различны. Дальше. У нас, поскольку не все отношения мы можем представить в виде множеств напрямую, то получается, что также и некоторые функции мы не можем представить в виде множеств напрямую. Если мы не можем их представить в виде множеств напрямую, то мы можем их представить в виде множеств, которые определяются некоторыми условиями b. Такими, что для всякого элемента х существует не более 1 у такого, что выполняется это условие b И такие условия называются функциональными условиями Теперь мы можем определить, что такое равномочность Множество s является равномочным или эквивалентным множеству t Если имеется однооднозначная функция f, у которой s есть область определения, а t есть область значений И такая функция f является однооднозначным отображением s на t Соответственно, мы уже в некотором смысле понимаем, что разные математические понятия можем свести в понятие множество Ну а невозможность представить любой набор элементов или любое отношение, любую функцию в качестве множества Он связан в нашем конкретно взятом подходе с попыткой избежать антиномии Тем не менее, в общем случае, все равно мы можем использовать условия То есть b, например, как в акционной схеме подмножеств И тогда это нам позволит определять наборы объектов или отношений, или функций Которые в виде множеств, которые не могут быть напрямую в виде множеств представленных Тем не менее, вот этих вот замечательных аксиом с первой по пятую И даже если мы к ним добавим аксиомы с седьмой по девятую Их мы еще не рассматриваем Этого все равно не достаточно для того, чтобы доказать существование бесконечного множества Как же нам это сделать? Ну, рассмотрим такой специальный вид множеств, как наследственно-конечное множество Это конечное множество, члены тоже конечные И члены членов его конечные, члены членов членов конечные и так далее Это наследственно-конечное множество Все наши аксиомы, которые мы до настоящего момента рассмотрели, дают нам возможность строить только наследственно-конечные множества, если мы каким множеством их применяем. Мы не можем получить какие-то новые множества, которые, например, не будут наследственно-конечными. Соответственно, из этих аксиом с первого по пятого мы не можем доказать существование множества, которое бы не было наследственно-конечным. Вообще, этих аксиом достаточно для элементарной арифметики, для некоторых разделов теории чисел, но тем не менее для анализа недостаточно, потому что понятия действительного числа мы таким образом представить не можем. То есть, рационально, например, мы можем все нормально представить общие вот эти аксиом с первого по пятого, а с действительными мы уже работать не способны, потому что для определения действительного числа требуется бесконечное множество. Зададим несколько еще дополнительных понятий. Множество а является конечным, если существует натуральное число n, такое, что а равномочно множеству всех натуральных чисел, меньших n. То есть, от 0 до n-1. Множество а бесконечно, если оно не является конечным. Множество а – счетно, если оно равномочено с множеством всех натуральных чисел. Здесь имеется в виду счетно-бесконечное множество. Множество является рефлексивным, если оно равномочено со своим собственным подмножеством. Допустим, существует множество всех натуральных чисел. То тогда мы можем сказать, что множество является рефлексивным тогда и только тогда, когда оно имеет счетное подмножество. Ну, то есть, счетно-бесконечное подмножество. Тут, когда мы будем говорить о счетности, мы будем иметь в виду счетно-бесконечное множество. Конечное в этом случае мы не рассматриваем. Всякое счетное множество является рефлексивным. Это достаточно очевидно. И всякое рефлексивное множество является бесконечным. Таким образом получается, что все счетные бесконечные множества являются бесконечными. Байльцаны и Дедекинт считали, что им удалось доказать существование бесконечных множеств. Но авторы отмечают, что их методы являются неудовлетворительными, поскольку они приводят к антиномиям. И, в частности, к тем антиномиям, которые мы рассматривали в первой главе, и эти антиномии классифицируют к аксиматическим. С аксиматической точки зрения у нас нет никаких средств для доказательства существования бесконечных множеств. Мы можем только их постулировать. Соответственно, мы добавляем шестую аксиому, аксиому бесконечности. Она в нескольких вариантах у нас в книжке рассматривается. Эта аксиома постулирует существование бесконечного множества. Например, в варианте Цермела эта аксиома следующая. Существует, по меньшей мере, одно множество z, имеющее следующее свойство. Пустое множество является членом z, и если x является членом z, то множество, содержащее x в качестве члена, тоже является членом z. Вот. Ну, это, собственно, та конструкция, с помощью которой мы строим ординалы Цермела. Мы можем определить аксиому бесконечности по фоннеймам. Она у нас формулируется следующим образом. Существует, по меньшей мере, одно множество z первое, имеющее следующее свойство. Пустое множество является членом z первого. Если x является членом z первого, то объединение x и множество, чьим членом является x, тоже является членом z первого. Это у нас соответствует операции, предлагаемой фоннеймоном для определения ординалов. Ну, и, собственно, там, нумералы фоннеймона, они так определяются. Об ординалах мы пока еще не можем говорить, мы пока еще их не определили, поэтому извиняюсь, что я оттуда полез. Вот. И мы можем, соответственно, определить аксиому бесконечности общим случаем. В общем случае вот так. Что существует, по меньшей мере, одно множество z второе, имеющее следующее свойство. Пустое множество является членом z второго, и если x является членом z второе, и y является членом z второго, то множество, которое представляет собой объединение x и множество, членом которого является y, тоже является членом z второго. Вот. Это у нас более общий случай, который включает в себя и подход цермела, и подход фоннеймона одновременно. То есть, если мы посмотрим на эту формулу, мы видим, что, допустим, если мы вместо х всегда будем брать пустое множество, то здесь у нас будет всегда пустое множество, соответственно, объединение пустое множество и множество, содержащего y, то мы получим множество, которое описывается аксиомой бесконечности по цернему. Если мы будем вместо x и y всегда подставлять одно и то же, то тогда у нас получится, соответственно, множество, которое определяется аксиомой бесконечности по фоннеймам. То есть, вот этот вариант аксиомы, он описывает нам и тот, и другой подход одновременно. Таким образом, у нас получается, что из аксиомы 6 вариантов C мы можем и вариант A, и вариант B получить. Вариант A это цернемуевский, и вариант B это фоннеймановский. Ну, конечно же, аксиома в варианте C она допускает больше, а требует... Ну, как бы она имеет больше таких, скажем, онтологических обязательств, если хотите. Ну, тем не менее, надо сказать, что выбор между подходом цернему и подходом фоннеймана авторами считается произвольным. Хотя есть некоторые работы, относительно свежие, в которых показывается, что подход фоннеймана все же предпочтительный. То есть, он имеет ряд прагматических преимуществ над цернемуевским подходом. Поэтому, вероятно, следует его все-таки избирать. Ну, это совсем недавние результаты, последние там 15 где-то лет. Вот. Таким образом, множество Z у нас может быть получено. Множество Z это у нас множество, содержащее вот такой вот набор членов. То есть, у нас пустое множество, множество, содержащее в качестве члена пустое множество, множество, содержащее в качестве члена, множество, содержащее в качестве члена пустое множество и так далее. Это у нас, соответственно, то множество Z1, которое постулируется аксиомой бесконечности по фоннейману. Пока рассмотрим вариант цермела. Авторам он очень нравится, ну пусть. По варианту аксиома бесконечности фоннеймана существует множество Z, которые выполняют указанные два условия. Два условия в аксиоме. Пусть у нас будет некоторое Z со звездочкой, и это пересечение всех множеств Z' выполняющих условия 1 и 2. И пусть у нас будет некоторое условие B, будет следующим X, есть член всякого множества Z' выполняющего 1 и 2 из аксиомы бесконечности. Тогда применение условия B к множеству Z' есть требуемое нам множество Z' со звездочкой. Мы доказали, что оно существует. У некоторого множество Z' со звездочкой. Вот множество Z' со звездочкой выполняет условия 1 и 2, а поскольку оно является подмножством любого множества Z' выполняющего 1 и 2, поскольку оно является наименьшим множеством с указанными свойствами. Вот мы нашли некоторое наименьшее бесконечное множество таким образом. Это множество вот такого вида. Ну и, естественно, мы можем считать множество Z' со звездочкой множеством всех неотрицательных целых чисел. Если мы используем аксиомы бесконечности, здесь у меня опечатка, должно быть 6, аксиомы бесконечности по варианте фон Деймана, то мы получим множество Z' со звездочкой, и оно будет иметь вот такой вид. То есть мы видим, что первый член у нас совпадает у этих множеств, второй член тоже совпадает. Ну, условно говоря, они же не упорядочены пока. Второй член тоже у нас совпадает. А вот начиная, скажем так, с третьего и дальше, у нас они начинают различаться. Ну, мы не можем сказать, что это третий член, пока у нас отношение порядка не определено. Вот это вот множество, которое мы получаем, применяя операцию фон Деймана, тоже может быть нами определено, как множество всех неотрицательных целых чисел. Z' со звездочкой, а также вообще любое множество Z, выполняющие условия 1 и 2 из аксиомы бесконечности, рефлексивно и бесконечно. Так как, связывая всякий X, который является членом Z с синдритоном, содержащим только X, таким, что этот синдритон является членом Z, мы получаем однозначное отображение Z на собственное подмножство Z. То есть мы доказали, что оно рефлексивно, а раньше мы получили, что все рефлексивные являются бесконечно. Ну, то же самое мы можем получить и для Z1, то есть для фон МНСКО подхода. Кроме того, аксиомы бесконечности мы можем формулировать еще другими способами. Например, мы можем ее сформулировать в варианте D, как авторы предлагают, который говорит просто «Существует рефлексивная множество». Или в варианте E существует бесконечное множество. С помощью аксиом А1 и А5, а также аксиомы 7, которую мы скоро рассмотрим, это аксиомная схема замещения, можно показать, что все эти варианты аксиомы бесконечности эквивалентны. Без аксиомы 7 можно показать эквивалентность варианта D и варианта E, которые сейчас видны на слайде. А также, что вариант А – это цермеловский, и вариант В – это фон Неймановский, не вытекают друг с другом. Вариант С – это который, обобщенный над цермеловским и фон Неймановским, влечет за собой, и это мы уже видели, и фон Неймановские, и цермеловские варианты. И фон Неймановские, и цермеловские варианты влекут вариант D и вариант E. Ну и, соответственно, на основе одних только аксиом с первой по пятую из цермеловского варианта аксиом бесконечности или, например, фон Неймановского варианта аксиом бесконечности, мы не можем получить их обобщенный вариант. И также нельзя получить обобщенный вариант цермеловского и фон Неймановского подходов из вариантов аксиом бесконечности D и E, которые представлены на этом слайде. Они имеют некоторые плюсы и также имеют некоторые минусы. Вот эти два варианта аксиом бесконечности D и E, они, конечно, не содержат той произвольности, которую мы находим в вариантах цермелов и фон Неймана или в обобщающих их варианте. Произвольность имеется в виду произвольность того, как множество, бесконечное множество строится. Какой вид оно имеет. Но, с другой стороны, вот эти варианты с постулированием рефлексивного множества или с постулированием бесконечного множества, они полагаются на относительно сложные понятия конечности и рефлексивности. Бесконечность определяется как неконечность. Кроме того, понятие действительного числа, если мы его определим исходя из аксиом с первой по пятую и, например, вариант аксиом бесконечности D либо вариант аксиом бесконечности E такое определение будет слишком громоздким. Оно, ну, как бы, трагматически неудобно. Поэтому, несмотря на то, что такие варианты, в принципе, возможны, они не являются предпочтительными с точки зрения авторов. Вот. И аксиомная схема бесконечности может считаться постановочным случаем аксиомной схемы свертывания. Так как и вариант церемела, и вариант фонеймана, и обобщающий их вариант можно сформулировать как... Ну, то есть, мы можем сформулировать условия «Существует множество, содержащие все натуральные числа». И вот, если мы это условие подставляем в аксиомную схему свертывания, то мы получаем вариант аксиом бесконечности. Авторы признаются, что им неизвестны доказательства для восьмой и девятой аксиомы, в отличие от шестой, из аксиомной схемы свертывания, в котором бы не использовалась конструкция в духе антиномии расу. И теперь мы переходим к аксиомной схеме замещения, или она называется аксиомная схема подстановки. Вот эти вот аксиомы, которые мы с вами до текущего момента рассмотрели, то есть аксиомы с первой по шестую, они гарантируют существование счетных, точнее, счетных бесконечных множеств. Но они недостаточны, чтобы гарантировать существование некоторых видов множеств, которые предполагаются наивной теорией множества. Ну, например, из аксиом с первой по шестую в варианте Цермела мы не можем доказать существование бесконечного множества, которое предполагается существующим при выборе подходов фон Неймана. А если мы возьмем обобщающий вариант аксиомы бесконечности, который и Цермеловский, и фон Неймановский подходы содержит, то мы не сможем доказать существование счетно-бесконечного множества А, которое имеет следующий вид. Это Z со звездочкой, то есть множество всех натуральных чисел. Затем Z во второй степени, это множество всех подмножеств множества натуральных чисел. Затем Z в третьей степени, это множество всех подмножеств, множество всех подмножеств, множество натуральных чисел и так далее. А множество А, вот это самое, оно очень важно, Ну, потому что кардинал объединения всех членов А будет больше кардинала любого члена А. Имеющиеся у нас аксиомы с первой по шестую, причем в любом варианте, они не позволяют получить множество такой кардинальности. Мы хотим иметь возможность получить такие большие множества. Ну и, соответственно, у нас есть некоторые затруднения с операцией трансфинитной индукции и со связанными методами доказательства. Например, мы не сможем доказать, что для всякого вполне упорядоченного множества имеется ординальное число, соответствующее ему. То есть из этих аксиом с первой по шестую мы не можем это все получить. Тем не менее, в наивной теории множеств Кантера это содержалось. Поэтому наших аксиом все еще недостаточно для того, чтобы представить полную аксиоматизацию. Ну, полную в смысле того, что она полностью отражает наивную теорию множеств. Раньше мы исходили из такого... Когда мы выбирали аксиомы, мы исходили из следующего принципа. Что наши аксиомы должны гарантировать существование множеств, которые не являются слишком большими. По сравнению с теми множествами существования, которых уже установлено. Ну, например, вот аксиома множества пары, она гарантирует существование пары. Если у нас уже есть какие-то два множества, и хотя бы одно. То есть существование синглитона. Те множества, которые гарантируются аксиомой пары, они не сильно больше, чем те множества, из которых мы это множество пары строим. Точно так же множество суммы, оно гарантирует существование объединения, которое не является сильно большим. Где сильно, это некоторое наивное такое неформальное понятие, которое авторами не специфицируется. Но, тем не менее, допустим, у нас есть какое-то интуитивное представление о том, что значит для множества быть слишком большим, и такие множества мы не хотим иметь. Если у нас имеется некоторое множество А, и имеется некоторый набор множеств, содержащий не больше членов, чем А, то такой набор множеств мы тоже можем считать множеством. Это у нас такое наивное, неформальное объяснение того, как работает аксиомная схема замещения. То есть, если у нас гарантировано существование некоторого множества, и если мы нашли набор множеств, которые мы можем между нашим изначальным множеством, которое гарантированно существует, и тем набором множеств, которые мы обнаружили, мы можем найти некоторое однооднозначное соответствие, то тогда тот набор множеств тоже является множеством. То есть, существует как множество. Мы предполагаем, что если некоторый набор множеств, который мы нашли, содержит, ну, то есть, его кардинальность не больше, чем кардинальность того множества, существование которого уже установлено, то тот набор множеств является множеством. Вот. Для этого нам требуется определить функцию, которая будет связывать члены А со всеми множествами этого набора так, чтобы каждому члену А соответствовало множество из набора, а каждому множеству из набора один или более членов А. Вот. Один или более предполагает, что кардинальность того набора множеств, которые мы обнаружили, либо совпадает с кардинальностью того множества, существование которого для нас уже гарантированно, либо является меньшей. То есть, тот набор множеств, который мы нашли, не больше того множества, которое гарантированно существует. Вот. Однако, казалось бы, одного вот этого условия мало, чтобы доказать существование множеств большой кардинальности. Однако, если мы это условие используем вместе с аксиомами из первой по шестую, тогда мы сможем это сделать. Чтобы задать аксиомную схему замещения, мы должны ввести некоторое сокращение. Пусть у нас будет сокращение такого рода. b, t, x есть функциональное условие над множеством А. Это будет означать, что для всякого множества t, являющегося членом А, существует не более одного множества x такого, что выполняется в условии b, t, x. И теперь мы можем сформулировать аксиомную схему замещения. Она формулируется вот таким вот страшным образом. Выглядит она как формула. Достаточно страшно, но на самом деле смысл ее не сильно страшный. Значит, словами она формулируется так. Для всякого множества А, если b, t, x есть функциональное условие над множеством А, то существует множество, содержащие в точности те элементы x, для которых b, t, x выполняется для некоторого t, являющегося членом А. Если упрощать еще вот эту формулировку, то у нас получится как раз та операция, которую я описывал на предыдущем слайде, где говорил о том, что мы имеем некоторое гарантированно существующее множество, мы имеем некоторый набор множеств. И если мы можем сопоставить гарантированно существующее множество с этим набором множеств, таким образом, чтобы каждому члену из гарантированно существующего множества сопоставлялся один или более членов того набора множеств, которое мы нашли, то тогда этот набор множеств тоже является множеством. Вот. И здесь условие b обязательно должно быть функциональным условием, иначе у нас возникнут парадоксы. Ну, например, у нас может быть такая ситуация. Мы можем взять в качестве условия b следующее условие t есть под множество x. Вот это условие не является функциональным. У нас понятие функционального условия было определено. Вот это условие не функциональное. Вот. Ну и так как если у нас a, например, может быть множеством содержащим пустое множество, то тогда мы можем доказать существование множества всех множеств x, таких, что пустое множество является под множеством x. А поскольку мы знаем, что пустое множество является под множеством вообще всех множеств, то тогда получается, что мы доказали существование множества, которое является множеством всех множеств. А это противоречит теореме 6, которая говорит, что не существует множество всех множеств. Соответственно, если мы выбираем в качестве условия b не функциональные условия, а условия в общем смысле, то тогда мы получаем противоречие. Это нам не нравится, соответственно, мы ограничиваем нашу акционную схему замещения именно функциональными условиями. Хотя, вообще говоря, авторы признают, что мы можем, конечно, сформулировать акционную схему замещения так, чтобы условие b было любым условием. В таком варианте эта акционная схема будет иметь следующий вид. Для любого множества a существует множество, содержащие в точности тем множество x, для которых имеется t, являющийся членом a, такое, что выполняется условие b, t, x, и ни для какого s отличного от x, а совпадающего с x, нет, да, отличного от x, ни для какого s отличного от x не выполняется условие b, t, s. Вот здесь это условие уже будет любым. Оно не обязательно должно быть функциональным. Ну, честно сказать, я не совсем понял, почему a7 со звездочкой является менее предпочтительным. Да, почему надо, например, на a7 обязательно настаивать. Ну, может быть, какие-то для этого есть соображения. Вот. Вообще говоря, из a7 со звездочкой мы можем вывести a7, а из a7 можно получить a7 со звездочкой, применяя определенные операции. Кроме того, из a7 мы можем вывести, из седьмой аксиомы, вот этой аксиомной схемы замещения, мы можем вывести пятую, это аксиомная схема под множеством, а из аксиомной схемы замещения и аксиомы множества степени мы можем вывести аксиому множества пары. Однако, в таких, скажем, педагогических целях от аксиомной схемы под множеством и аксиомы множества пары не следует отказываться, ну, потому что сначала, когда изучают теорию множеств, сначала изучают простые аксиомы, а потом переходят к продвинутым. И вот когда обсуждают простые аксиомы, к которым относятся, в частности, например, аксиома множества пар, то аксиома множества пар является неустранимой. Без нее мы не можем построить некоторые варианты множества, несмотря на то, что в дальнейшем мы можем иметь вот эту аксиомную схему замещения, из которой мы, соответственно, в качестве теоремы получаем аксиому множества пар. Ну и кроме того, в принципе, в литературе часто встречаются системы, состоящие из аксиом с первой по шестую и, возможно, с аксиомой 8 или аксиомой 9. Хотя, на самом деле, можно, конечно, сформулировать аксиому 7, аксиомную схему замещения, таким образом, чтобы аксиомная схема под множество не была из нее выводима, в том числе при использовании всех остальных аксиом. Ну и получается, что в определенном смысле аксиомная схема замещения является также и аксиомой бесконечности, так как вместе с аксиомами с первой по шестой она гарантирует существование не просто бесконечных, но и чрезвычайно больших, чрезвычайно обширных множеств. Однако, если мы выбросим аксиому бесконечности из нашего набора аксиом, и даже если мы еще добавим туда аксиому 8 и 9, это у нас, соответственно, аксиома выбора и аксиома фундирования, то мы не сможем получить, не сможем гарантировать существование какого-либо вообще бесконечного множества. Ну и таким образом, к настоящему моменту мы рассмотрели 7 аксиом, это аксиомы экстенциональности, которые нами обсуждалось в предыдущий раз, и в этот раз мы обсудили аксиому множества пары, аксиому множества суммы или объединения, аксиому множества степени, аксиомную схему подмножеств или аксиомную схему выделения, аксиому бесконечности и аксиомную схему замещения или аксиомную схему подставовки. На этом все. Спасибо за внимание. Лев, спасибо большое за доклад. Выражаю вам большую благодарность. Вы проделали действительно титаническую работу для того, чтобы рассказать нам о базовых аксиомах ВЦФ. Это вызывает огромное уважение. Присоединяюсь к высокой оценке. И хотелось бы еще пару слов от Льва услышать в отношении кардинальности и ординальности. Понятие ординала у нас пока не фигурировало вообще. А кардинальности говорилось? Кардинальность, да. Кардинальность – количество. Это число, которое характеризует количество членов множеством. А можно как-нибудь уточнить, каким образом число может характеризовать количество членов, если мы имеем дело с бесконечными количествами, допустим? Ну, мы там уже используем не натуральные числа, а, соответственно, обобщение натуральных чисел, которые называются кардинальные числа просто. Так, обобщение. А как это выглядит? Извиняюсь за въедливость. Как это выглядит обобщение натуральных чисел? Ну, мы предполагаем, что после того, как натуральные числа закончились, идут какие-то другие числа. Но в тексте мы это тоже не рассматривали. То есть в этом фрагменте кардинальность упоминается как некоторое свойство множество, но как она задается, что такое кардинальные числа, этого пока не обсуждали. Хорошо, спасибо. Спасибо, Леон. У меня есть вопрос по поводу последней аксиомы, аксиомы замещения и подстановки. Во-первых, почему она так называется, мне непонятно. Что чем замещается и что куда подстанавливается? Ну, достаточно сложный вопрос. Я, честно сказать, не знаю историю, стоящую за этой аксиомой, но предполагаю, что, ну, по крайней мере, у меня есть такой вариант объяснения. Вот как я объяснял, каким образом она работает, да, то есть у нас есть, у нас есть гарантия, что существует некоторое множество. Мы берем какой-то набор множеств и сравниваем этот набор множеств с тем множеством, которое гарантированно существует. То есть мы проверяем, чтобы в этом наборе множеств было не больше элементов, чем в том множестве, которое гарантированно существует. Если там не больше элементов, чем в гарантированно существующем множестве, то тогда этот набор множеств является множеством. Если там больше, то оно множеством не является. Этот набор не является множеством в таком случае. То есть тут как бы происходит в некотором смысле, ну не знаю, можно ли так это называть, замещение, замещение в смысле того, что мы как бы вопрос о том, является некоторый набор множеством, заменяем на вопрос о том, чтобы у нас было множеством уже какое-то множество, которое как-то соотносится с этим набором множества. Можно попробовать тоже дать ответ на вопрос? Конечно. Если смотреть уж совсем прямой линейной лингвистически, то почему схема аксиом подстановки называется именно подстановки, то мне кажется, прежде всего, потому что там речь идет о некотором условии f от x и y, либо двух других переменных, независимо от того, как мы их здесь назовем. И мы берем это условие f от двух переменных, и в данном случае мы в него именно что подставляем какие-то x и y, которые будут либо удовлетворять, либо не удовлетворять данному условию. И в чем важность к схеме подстановки, то что мы подставляем в данную функцию такие переменные, которые будут удовлетворять именно в функциональному условию. То есть у нас же общая схема выглядит как импликация, то есть если мы посмотрим, получается, антицидент этой импликации, то там прямо выражено условие функционального условия. Прошу прощения за некоторую тавтологию, которая произошла. Да, то есть видите, что вот A7 показано. И если посмотреть на антицидент, то там у нас указана вот некоторая функция uv и uw. И она говорит о том, что если это условие выполняется, то у нас для выборки, у нас, получается, должно u принадлежать... Сейчас полностью разберем и тогда... Да, дано множество A и дано, получается, множество... Да, дано три множества. Дно множества u, дано множество v и дано множество w. И известно то, что у нас функция сопоставляет... Функция условия выборки этих множеств, она сопоставляет элементы множества u и элементы множества v и w. И, соответственно, функция выполняется только тогда, когда у нас одному элементу из множества u выдается один и другой элемент. И если у нас появляется два таких элемента из двух разных множеств, то b только в том единственном случае, когда эти два элемента равны. И в этом смысле здесь постановка заключается не в смысле, что мы что-то переставляем, как, знаете, там, вещи в материальном мире. А в том смысле, что мы просто поставляем под какую-то функцию какие-то переменные, и функция либо удовлетворяет условия, либо не удовлетворяет. И здесь в антициденте пересказано условие, когда условие является функциональным, а получается в консеквенте вот уже чуть сложнее происходит. Консеквент именно, что аксиоматическую функцию выполняет, и он говорит, что если выполняется условие, то множество x, первое множество в данном случае это будет. Я просто смотрел очень правильно из этих источников, прошу прощения, что мне перемены несколько не совпадают. Оно говорит о том, что оно фиксирует, что существует незначального множества, из которого мы берем область, получается, определение. То есть здесь надо просто смотреть не в буквальном смысле на слово «подстановки» или «перестановки». Ну, просто название действительно сбивает с толку, потому что в других случаях, когда мы говорим о том, что выполняется некоторое условие, пусть даже функциональное условие, условие о подстановке или тем более о замещении, как правило, не говорится. О замещении, ну как, я не знаю, мне в семантике привычно. Там, значит, говорится в том случае, если у нас имеется некоторая формула, которая выполняется, и мы вместо, например, одной переменной формулы в этой формуле подставляем другую или что-то подобное. Ну, в общем, ладно, с названием. А вот еще у меня есть вопрос по этому же разделу, по тексту непосредственно. И, конечно, этого не было в докладе, значит, на странице 51, сноска 2, там написано, значит, там, во втором предложении, если мы ослабим аксиому 7, потребовав, чтобы условие B было однооднозначным функциональным условием, то мы получим эквивалентную аксиомную схему. Доказательства я не поняла, и само утверждение меня удивляет. Можно как-то пояснить это? Ну, для начала, по поводу формулировки. Вот здесь. Ну, я еще раз его просто скажу, что если мы ослабляем аксиому 7, требуя, чтобы B было однооднозначным функциональным условием на A, и затем то аксиомная схема, таким образом полученная, является эквивалентной аксиоме 7. Вот, и в скобках здесь объясняется. То есть, вот это B, например, условие B является функциональным условием, и если для S и T из A выполняется B SX и B TX, то тогда S равно T. Видимо, это связано с тем, что у нас имеется именно однооднозначное функциональное условие. Ну, то есть, одному из области определения сопоставляется ровно один из области значений. Ну, если я правильно понимаю, поскольку у нас тут постулируется существование множества, которые содержат все члены S из множества A, которые у нас уже гарантированно существуют, вот, а у нас еще есть некоторое, да, и у нас, поскольку однооднозначное функциональное условие используется над этим множеством A, то у нас получается, что вот там вот в формуле, в доказательстве, там у нас определяется A с индексом T, ну, то есть, это вот множество такое, которое T является членом A. И оно определяется как множество из S, таких, что S является членом A, и существует некоторый X, такое, что для него выполняется B TX и B SX. вот, и, соответственно, тогда получается, поскольку у нас это однооднозначное функциональное условие, то тогда S и T должны совпадать. ну, и, естественно, вот, и там дается объяснение, что, соответственно, вот это множество всех членов S из A, для которых выполняются условия B, и оно дает то же самое значение для T. А существование вот этого множества, которое мы изначально допустили, множество B, оно у нас выводится из аксиомы множества степени и аксиомной схемы под множество. Ну, не знаю, насколько стало понятней. В общем, мы допускаем, что существует некоторое множество определенного вида. Благодаря тому, что у нас используются однооднозначные функциональные условия, у нас постановки всегда делаются одного и того же значения вместо двух разных переменных. И, соответственно, мы конструируем множество A, и получается так, что оно у нас будет... ну, то есть оно определенным образом связано с вот этим постулируемым множеством B. А существование множества B у нас, которое мы допускаем, оно выводится из уже имеющихся аксиом. Вот, а потом мы получаем аксиомную схему 7, применяя еще одно дополнительное условие к этому множеству A. Ой, то есть к множеству B. Ну, то есть общая процедура, в принципе, понятна. Единственное, тут мне еще не ясно, каким... ну, то есть какова связь между этими двумя множествами. Но мне пока больше нечего сказать по этому поводу. Ладно, а еще у меня есть такой необязательный вопрос по поводу еще одного примечания. Раньше существенно... Сейчас я скажу, на какой странице. Страница 39. Там хвост от примечания на предыдущей странице, в котором написано, что добавляя новые символы к языку, любую аксиомную схему можно получить исконечного множества закрытых формул. И идет ссылка на то, на работу где-то, видимо, показано. Работу как бы... Ладно, не будем смотреть. Но, в принципе, само утверждение, опять же, удивляет и как-то... Ну, если кто-то знает что-то с этим связанное, что позволило бы его принять как правдоподобное, я была бы благодарна за пояснение. Ну, это то, что, скажем, математики называют консервативным изменением. То есть такие изменения вводятся в язык, которые можно потом спокойно элиминировать и привести выражение к изначально заданным связкам либо выражениям. То есть, например, вот мы используем здесь значок пустого множества, который, по идее, мы все привыкли думать, что он понятный, но на самом деле он тоже является придуманным только для данного потребления в данном контексте. Но на самом деле его можно привести к более формализованному виду, который будет использовать только изначальные значки. То есть, например, можно было написать, что пустое множество равно вот эта вот скобочка, которая волнистой открывается, такие иксы, что двоеточие, икс не равно икс, скобочка закрывается. То есть, по идее, всякий раз, когда мы пишем пустое множество, мы подразумеваем и на вот такую запись, условно говоря, и что мы можем вводить в наш язык новые какие-то значки, новые сокращения, если мы можем их потом привести в обратно к элементарным значкам, то есть переменным и отношениям к величине подчинения, ну, вот, эбра, реверсивное. То есть, это работает таким образом. Надеюсь, у меня понятно получилось. С этим проблем нет. Проблема в другом. Аксиомные схемы же нужны как раз нам для того, чтобы, значит, расширить объектный язык таким образом, чтобы мы могли бы говорить о разных его выражениях, имеющих одну и ту же форму, одновременно. То есть, мы используем переменные мета-языка для того, чтобы обозначать какие-то формы выражения языка объекта. И как мы можем посредством добавления каких-то символов к языку объекту избежать применения аксиомных схем? Кажется, что на каком-то уровне все равно они должны появляться. Да. может быть добавление символа эквивалентно любому возможному полученному результату. Любой новый результат можно рассматривать как добавление символа. Я предполагаю, но не утверждаю категорично. Как мне кажется, здесь указано следующее. Когда авторы в этом примечании говорят «Добавляя новые символы к языку, любая схема аксиом может быть выведена из можно получать из конечного множества замкнутых форм. Здесь они не имеют в виду, что просто мы добавили какой-нибудь новый значок и все, у нас аксиомная схема пропала. Дальше идет следующее. Для аксиом 5 это было сделано специальным способом, который более простым, чем вариант клиник. Сделано соответственно там фоннейм на мобильной символом. То есть получается так, что мы хотим например избавиться от аксиомной схемы 5. Тогда мы расширяем наш язык, добавляя к нему определенные символы. Это не значит, что мы избавились от всех остальных аксиомных схем, например, 7. Мы можем избавиться только от этой конкретной схемы. То есть для конкретной аксиомной схемы мы добавляем какой-то конкретный набор новых символов. Понятно. То есть вполне возможно, что таким образом мы можем получить просто какую-то другую аксиомную схему вместо аксиомной схемы 5, которая по каким-то причинам для нас является предпочтительной. Ну, нет, мы наверное не... Нет, нет. Тут похоже, что мы не получаем аксиомную схему какую-то другую, потому что мы получаем конечный набор замкнутых форм. которые заменяют нам аксиомную схему. Вот это вот удивительно. Ну, это надо смотреть, как это конкретно вот уклинив сделано. Дальше у нас... Сейчас посмотрю, по-моему, аксиома... Там должна быть аксиома выбора, и нам еще не хватает аксиома регулярности. Просто самое обидное для нас как философов, потому что именно аксиома регулярности очень многое сообщает об антологии теории множеств, и о том вот эти строения множеств по шагам, и, собственно, на основе которых потом вводится аксиома выбора, что для любого семейства непустых множеств есть функция выбора. То есть вот с этим нужно разобраться, чтобы вообще говорить о цармелла френкель плюс аксиоме выборе, ну, цфц. Ну, вот это как раз следующий параграф, четвертый, аксиома выбора, он с 53 по 86 страницы.